Варгейм Русс. Солдатики. История и мобилизм. Варгейм Русс. Здравствуйте! Ливийцы в армии Карфагена. Фильм шестой. В прошлых пяти фильмах речь шла о том, как сделать фигурки ливийских воинов в армии Карфагена в 72-м масштабе. В этом фильме я покажу, как изготовить подставки для миниатюр и подготовить их к покраске. Глядя на модель, мы видим, что у нее уже есть подставка. Фигурка, в принципе, на ней стоит. Кто-то подумает, да зачем нужно себя заморачивать лишней работой. Раньше я думал так же. И сотни фигурок раскрашивал и оставлял на тех же подставках, какие у них и были сделаны производителем миниатюр. Зачастую подставки даже не окрашивал. Частично это было вызвано тем, что я создавал массовые армии для настольных битв. Но на сайте Поля Боя я как-то прочитал ряд статей про оформление подставок. Например, статья Александра Катаурова. Оформление подставок в 72-м масштабе. Или статья админа Пайпмена. Магнитные подставки. Магнитные подставки я делать не стал. А вот идея изготовления подставок из монет, она всегда мною на вооружении и частично переработана. Я внес ряд улучшений, о которых мы говорим в этом фильме. Итак, перед окраской фигурок их желательно загрунтовать. Но предварительно нужно определиться, как мы делаем подставки. Нам будут необходимы монета в 10 копеек, холодная сварка, мелкий песок, земля, цветная бумага, клей ПВА, клей момент, модельная травка, краска модельная. Эти элементы позволяют сделать подставку двумя способами. Они отличаются материалом, который будет имитировать грунт на подставке. Сначала в обоих способах одинаковое. Берем монетку и фигурку воина. Наносим клей момент или аналогичный ему клей на подставку модели снизу. Не монету смазываем, а подставку. Приклеиваем фигурку к монете. Далее, многие моделисты идут таким путем. Они просто смазывают подставку клеем, наносят песок, молтую, чайную заварку и тому подобные материалы на подставку. Получается хорошо. Но всегда базовая подставка модели выделяется на такой подставке. Получается своеобразный бугорок. Эту проблему они решают маскируя ее травкой, камушками или как на этой прекрасной работе в виде каменного основания. Я предлагаю идти другим путем. Берем холодную сварку и выравниваем поверхность подставки. Делаем ее практически гладкой. Идеально не надо, просто чтобы она была более-менее ровная. Холодная сварка должна чуть-чуть перекрывать пластиковую подставку модели. После застывания это сделает нашу подставку более прочной. Клей идеально фигурку к монете не приклеит. А вот сочетание клея и сварки делает соединение более надежным. Если делаем всадника, то подставка нам будет служить две монеты. Пространство между ними заполняем сваркой и выравниваем. В процессе работы обильно смачиваем руки водой, чтобы смесь к ним не липла. Теперь работу можно вести двумя путями. Первый путь описан мной был еще в фильме «Как делать солдатика своими руками». Для этого нужно вымазать поверхность подставки клеем ПВА и нанести на нее песок или другой материал, имитирующий землю. После высыхания фигурку грунтуем. Потом окрашиваем фигурку и подставку. На примере амазонок от фирмы Dark Alliance покажу, как клеить травку в первом варианте создания подставки. Отличий со вторым вариантом практически нет. Наносим клей ПВА и засыпаем его модельной травкой. Далее в этом фильме я покажу это поподробнее. Довольно интересные амазонки получились. Когда-нибудь я про этот набор сделаю отдельный фильм, а сейчас вернемся к нашим левицам. Второй путь состоит в том, что фигурку сначала грунтуем, потом окрашиваем. После этого делаем смесь из клея ПВА и земли и наносим ее на поверхность подставки. После высыхания смазываем подставку клеем ПВА и наносим модельную травку. Это экономит время на создание подставки, так как землю можно не окрашивать. Раньше я делал по первому варианту и теперь решил попробовать второй. Посмотрим, что из этого вышло. Фигурки грунтуем. Для этого нужен грунт в баллончике. Продают его в любом хозяйственном магазине. Советую брать грунтовку черного или коричневого цвета. В магазине темной грунтовки не оказалось, я купил белую. Не рекомендую такой цвет в грунтовке, так как она будет проступать в местах, где сложно прокрасить модель. Например, между телом и щитом. А также на подставке между песчинками земли. Черный цвет так резко в глаза не бросается, как белый. А так еще придется края подставки закрашивать черной краской. То есть создав себе кучу проблем на пустом месте. Так что лучше потратите время и берите темную грунтовку. Грунтуйте на свежем воздухе или в подъезде, так как вонь будет сильная и выветривается она не один день. Итак, я закрунтовал модели и дал им высохнуть. После этого перешел к окрашиванию фигурок. Про это я расскажу в следующем фильме. Нас интересует подставка. На фигурке пехотинца покажу процесс нанесения земли на подставку. Берем грунт в нужных нам количествах и заливаем в него клей ПВА. Размешиваем. Получившуюся смесь аккуратно наносим на подставку. Если есть желание, то можно добавить на подставку камушки и другие элементы. Ждем, когда все высохнет. После этого на подставку крепим модельную травку. На примере коня покажу, как это делать. Травку я купил от фирмы Цитадель. У меня два цвета, желтый и зеленый. Желтая травка. В каждой коробке довольно много травки. Высота ворса два с половиной миллиметра. Зеленая травка. Для ливийцев я решил сделать смесь из желтой и зеленой травы. Все-таки они жили в северной Африке на границе или прямо в самой пустыне Сахара. Засыпаем травку разных цветов в один контейнер. Перемешиваем. В тех местах, где нужна растительность, на подставке наносим клей ПВА. Окунаем подставку модели в контейнер с травой. Засыпаем ее полностью. Извлекаем и обязательно переворачиваем. Стучим по подставке, чтобы лишняя травка осыпалась. При этом оставшуюся травку чуть-чуть приподнимется. Зубочистки поправим огрехи. Край подставки обведу черной краской. Так смотрится лучше. Еще скажу пару слов про оформление подставок. Я низ подставки обклеиваю цветной бумагой. Это необходимо для того, чтобы подставка выглядела законченной и красивой. Вырезаем прямоугольный кусочек бумаги. Приклеиваем ее клеем-моментом. Аккуратно ножницами обрезаем лишнюю бумагу. Также я на бумаге могу подписать модель. Например, обозначить, что это ливийский воин племени Адермахидов. Очень удобно. Так что рекомендую взять эту идею себе на заметку. Также можно использовать вот такие вот кустики. Хотя лучше всего они будут смотреться на более крупных подставках для фигурок 28 мм. Но иногда можно вставлять, например, для всадников. В принципе, все. Подставка готова. В следующем фильме я расскажу немного про то, как окрашивать модели и посмотрим готовые результаты. Перед нами предстанет ливийская армия в полной красе. Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал Wargame Rus, солдатики, история, моделизм. Реквизиты указаны в описании к видео. Подписывайтесь на канал. По Hit Eater. Подписывайтесь на канал. Пишите на канал. Г olar می